Книги бесплатные, книги доступные И по 100 рублей их студентам продают И дедушке копеечка к пенсии И нам хорошо Потому что места массового скопления Идут мимо люди То есть утром идут тысячи студентов туда Утром вечером или в обед обратно Такие точки они окупят Затраты на книги, затраты на продавца Но если нам скажут платить тысячу-две в день на аренду Соответственно такой точки не будет А тут как раз вопрос был поставлен Где дать вам бесплатные площади Дайте в вузах, дайте на вокзалах Будет все красиво в едином стиле То есть человека вот так вот лицом Вот книги, вот он идет, бах, книги стоят Не надо целый день сидеть Задвинул шкафы, повесил замок Никто этот шкаф не поднимет Ни один геркулес Никто эти книжки воровать не будет Потому что там сидит какой-то вахтер рядом Ну то есть вот такие две руки Вот клуб идет в сторону А вот вверх как раз, я к чему говорю Вот этот Юргенс Дом Юргенса Это такой, не побоюсь слово Лидный, книжный, букинистический, антикварный магазин То есть там старая мебель Не по чертежам, а по фотографиям Где там вот Пушкин обнимает Крылова и Жуковского Они там в книжной лавке Смирзина собрались Обсудить книги Пушкин там свои продает Крылов свои там сдают Раньше же их вот как в тетради За свой счет ты и сдал, принес, раздал Никогда не было такого разделения Там новые книги, старые книги Тут появилось, когда уже собственно Массово-массово стали издавать новые книги Их надо было как-то отсекать от старых То есть вот когда наши супертиражи Советские достигали там миллионов У нас там Майковский 10 миллионов экземпляров Ну да, это новая книга А которые там 5-10 лет назад Это старая книга Их продавали через букинисты